Через нос делаем вдох, через рот выдох. Еще раз вдох, выдох. Субботнее утро жители дома номер 2 по улице Чехова начали с дыхательной гимнастики. Они не занимаются йогой, просто решили. День физкультурника нужно начать активно. Серия общефизической нагрузки, наклоны, приседания и растяжка. Так должен начинаться каждый день у человека, если он хочет быть в тонусе и здоровым, говорит тренер по айкидо Саркис Ерк-Напешан. Он специально приехал к инициативным сочинцам, чтобы поддержать их стремление к занятию спортом. Мы решили таким образом поздравить жителей дома по улице Чехова номер 2 и пожелать им здоровья, счастья и в дальнейшем, чтобы они занимались побольше спортом. Мы хотим таким образом привлечь население города Сочи и вообще всех жителей, детей и пожилых людей привлечь к спорту, к здоровому образу жизни. Добровольно подняться в 8 утра и выйти на площадку, чтобы зарядиться позитивным настроением и размять мышцы, естественно, решили не все. Но, как уверяют жители, подобные оздоровительные процедуры они проводят не только в День физкультурника. Жители, прежде всего, с радостью вышли и в такой день, и они выходят часто без праздников. То есть у них, когда позволяет погода, время, они периодически здесь встречаются на площадке, с детьми проводят всевозможные занятия, спортивные, потом игровые занятия. Ну и, тем не менее, здесь я смотрю больше еще, помимо детей, еще и взрослых, которые вместе, подавая своим примером, то есть они как раз приобщают здесь и детей с разных домов. А вот где действительно ведется массовое приобщение к спорту, так это регулярные соревнования, которые проводятся специалистами отдела физкультуры и спорта Центрального района. В День физкультурника традиционно в парке Ривьера проходят турниры среди школьников, ветеранов спорта и людей с инвалидностью. Диагноз ДЦП не помешал Александру Лысенко полюбить спорт. И пусть здесь соревнуется не по своей дисциплине, но интерес к победе есть всегда. Мне очень приятно, что такие соревнования вообще есть. Оно дает прилив сил, прилив бодрости. Я вообще до этого занимался тяжелой третикой. Постоянно как не соревнования, второе место, второе место. В этом турнире спортсмены с инвалидностью мерили силами в дарте и броске в кольцо. А вот для школьников и ветеранов программа другая. Они играли в стритбол, волейбол и футбол. В этом году принимают значительно больше детей. Это благодаря нашей Олимпиаде, прошедшей в городе Сочи, значительно повысилась активность детей, желающих заниматься спортом. Также к нам присоединились люди с инвалидностью. Это очень приятно, что и эту традицию мы потихоньку возрождаем. По результатам соревнований все участники получили грамоты, медали, кубки и другие призы. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.